Друзья, приветствую вас на вебинаре. Давно мы с вами не виделись. Сегодняшний вебинар посвящен книжным новинкам издательства Директ Медиа. И этот вебинар называется «Новинки сентября», но мы с вами не виделись с июля. Поэтому сегодняшняя встреча – это не просто сентябрьская работа издательства, это такая сводка по работе наших замечательных редакторов, авторов за целые три месяца. Не пугайтесь, займу времени ровно столько, сколько мне здесь отпущено. Конечно, еще напомню про дополнительный файл и расскажу, что в нем внутри. Поехали. Итак, сегодня представлю вам книги по таким направлениям, как экономика. Традиционно огромный пул книг у нас по экономике. И лето было не исключением. Мы тоже много-много чего сделали. Юриспруденция, менеджмент, маркетинг, педагогика, журналистика, психология, история, много-много всего другого. И традиционно начинаем с самого сложного, самого серьезного – это экономика. По направлению национальной экономики, региональной экономики, государственного регулирования экономики, мы выпустили монографию. Такая она актуальнейшая. «Ковидный кризис и адаптация России к новым реалиям посткризисного развития наука, технологии, экономика, общества». Эта монография посвящена всестороннему изучению, включая медицинские исследования, хронологии наступления ковидного кризиса, анализу реакций и механизмам реагирования, к которым в непредсказуемых обстоятельствах прибегли многие федеральные ведомства и региональные структуры, непосредственно участвовавшие в принятии решений и реализации противоэпидемиологических мер в период этого кризиса. Конечно, мы это все видели своими глазами, но эта монография представляет интерес и помогает разобраться в перипетиях нынешней волны глобальной напряженности. Она будет полезна для специалистов федеральных структур управления региональных и муниципальных администраций, исследователей, научных работникам, преподавателям, студентам высших учебных заведений, особенно при изучении курсов национальной экономики, региональной экономики, государственной регулировании экономики, проблемы экономической теории и хозяйственной практики, современные проблемы науки и практики, ну а также для всех, кто изучает современные тенденции пространственного развития экономики и процессы урбанизации. В общем, такая очень масштабная работа, а главное, что она очень-очень актуальная. Следующая книга, тоже монография, касается она области финансовый менеджмент. Актуализация подходов к управлению финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Российской Федерации. В этой монографии отмечается, что на федеральном и региональном уровнях используются разные методические подходы к управлению финансовыми ресурсами Пенсионного фонда под влиянием неконтролируемых факторов, которые и приводят к негативным оценкам его работы. Однако, как убеждены авторы, имеется целый комплекс контролируемых факторов, которые позволяют повышать эффективность управления финансовыми ресурсами Пенсионного фонда и предлагаемые в монографии рекомендации могут использоваться для коррекции стратегии развития Пенсионной системы Российской Федерации. А также эти рекомендации могут использоваться в высшей школе в рамках образовательных курсов, связанных с пенсионным обеспечением. Это такие специальности, как экономика, экономическая безопасность, государственное и муниципальное управление. Авторы нас регулярно радуют вот такими узкими, острыми исследованиями не только в рамках экономики, но и в принципе, когда освещают ситуацию, которая происходит вокруг. Неважно, чего она касается, ковида или Пенсионного фонда, такие книги для нас выпускать огромное-огромное удовольствие. Следующая книга – это «Учебное пособие. Основы менеджмента». Ну, мы, многие знают, что Фредерик Тейлор, Генри Форд, Гаррингтон Эмерсон, Фрэнк и Лилиан Гилберт и Анри Файоль, все эти люди, благодаря незаурядным способностям, таланту их и многих других известных личностей, не только тех, которых я перечислила, все те, кто стояли у истоков менеджмента, благодаря им, собственно, менеджмент и стал наукой, профессией, искусством, если можно так сказать. В 21 веке управленческие компетенции необходимы не только менеджерам всех уровней, они необходимы каждому человеку, кем бы он ни был, где и как бы он ни жил. Приходится выступать управляющим и управляемым, принимать более или менее важные ответственные решения. И тот факт, что в современном мире любой индивид существует как сам себе менеджер, повышает роль управленческих дисциплин в системе вузовской подготовки бакалавров, специалистов, магистрантов по всем направлениям. При этом четыре из направлений, истории управленческой мысли, основы менеджмента, теории организации, организационное поведение занимают в ней особенное место. Все они взаимосвязаны, образуют единый модуль теории менеджмента, выступают таким базисом управления. Вот в этом учебном пособии, которое является таким логическим продолжением книги и истории управленческой мысли этих же авторов, издательство Директ Медиа выпустило эту книгу, если я не ошибаюсь, в 2020 году, авторы стремились к детальному раскрытию первоэлементов управления, ключевых функций, явлений, процессов. Все они, слитые воедино, выступают такой точкой опоры для формирования и развития личности, обладающей широким кругозором, научным мировоззрением и высокой методологической культурой. Учебное пособие – это для студентов-бакалавриата, тех, кто обучается по направлениям подготовки менеджмента и экономика, для профессионалов, которые стремятся повысить эффективность управления, но и для всех тех лиц, кто интересуется теорией и практикой организационно-управленческой деятельности. Книга такая внушительная, я ее уже держала в руках, поэтому вообще получилось очень здоровское издание. Следующая книга тоже из области менеджмента, но она захватывает не только менеджмент, но и психологию бизнеса и маркетинг. Это научно-популярное издание «Первая команда. Пособие для будущих лидеров бизнеса». Это книга Ирины Евгеньевны Калининой, пособие которой написано в такой занимательной форме рассказа о собственной карьере в области маркетинга. Читатель получает те уроки, которые были актуальны для автора и остаются необходимыми в современном бизнесе. Это умение ставить цели, идти к ним, реализовывать продуманную командную стратегию, изучать рынок и новые подходы к бизнесу, критически переосмысляя и зарубежный, и отечественный опыт. Книга эта предназначена для будущих лидеров бизнеса, управленцев, для всех тех, кто учится основам маркетинга и делает первые шаги в своей карьере. Переходим немножко к следующему направлению. Юриспруденция – предупреждение преступности, уголовное право. В рамках этого направления была издана нами монография «Предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов современной России». Я чуть раньше на вебинарах рассказывала о Наталье Кузьминой, это совершенно замечательный автор, и вот эти ее книги, которые затрагивают очень узкие темы, то есть не в целом предупреждение незаконного оборота всего, а она выделила по узким направлениям. У нас уже было оружие, сейчас вот мы выпускаем драгоценные металлы, и, кстати, вот делая небольшую ремарочку, в наших соцсетях ее книга «Предупреждение незаконного оборота оружия» она стоит на первом месте, на первом месте по просмотрам, по охвату, а это о многом говорит. Сейчас очень неспокойное время, и, конечно, вот такие книги, они очень важны. Мы действительно очень мало знаем о вот этой темной стороне преступного мира и как с этим борются, и, собственно говоря, что делать для того, чтобы предупредить. Вернусь к монографии. Эта монография посвящена криминологическому изучению незаконного оборота драгоценных металлов и выработке на этой основе организационно-правовых механизмов предупреждения такого рода преступлений. Практическая значимость этого исследования определяется разработкой комплексной системы предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, а также предложениями по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за эти преступления. Издание это предназначено для студентов, магистров, аспирантов и преподавателей юридических, социологических, политологических факультетов вузов, а также для всех, кто интересуется проблемами предупреждения преступности в целом и криминологией. Переходим к следующему изданию. «История государства и права России. Криминалистика». В этой области выпущена была книга «История уголовного розыска» 1918-1999 года. Это научно-популярное издание одного из наших постоянных авторов. И эта книга вошла в серию, которую мы запустили этим летом. «История спецслужб». Очень интересная серия. И опять же отвлекусь. Буквально вчера закончилась Московская международная книжная ярмарка. И на ней очень сильный отклик вызвала именно эта серийность. «История спецслужб». Люди этим интересуются. Это очень интересно. И действительно очень многое было скрыто. Вот сейчас есть возможность это все открывать, смотреть, изучать, удивляться. И, ну, не приходить, конечно, в восторг, но ужас есть точно. Касаясь этой книги, советский уголовный розыск по праву считается одной из самых эффективных правоохранительных служб в истории Отечества. В уголовном розыске Советского Союза служили выдающиеся сыщики, профессионалы экстра-класса, люди, которые были беззаветно преданы своему делу. Благодаря их мастерству были раскрыты сотни резонансных преступлений, обезврежены тысячи криминальных группировок. Вот об этом в новой книге историка и публициста Сергея Холодова все рассказано. На большом фактическом материале автор прослеживает историю уголовного розыска, начиная с момента его образования в 18-м году 20-го столетия и заканчивая периодом социально-экономических реформ последнего десятилетия 20-го века. Многие уголовные дела, подробно описанные в книге, до недавнего времени находились под грифом «секретно». Об этом я вам уже чуть-чуть рассказала. В общем, книга действительно классная и удивительная тем, что в период, когда не было таких технологий, таких возможностей, которые есть сейчас у нашего сыска, как эти люди действительно своей харизмой, мастерством раскрывали сложнейшие дела. Очень и очень интересно. Вернемся немного к учебной литературе. Мы очень редко берем в работу материалы конференций, сборники статей. Ну, прежде всего потому, что, несмотря на весь научный интерес, эти издания, они входят в библиотечные фонды, они такие must-have, да, что называется в ВОЗах, но для широкого круга читателей, для большинства учебных заведений, сборники статей, материалы конференций, они не представляют большого интереса, а очень и очень зря. Поэтому мы выбираем, наверное, одни из самых интересных и интересующих нас направлений и все-таки выпускаем такие сборники. Вот один из них – сборник в области гражданского права и экономики строительства. «Проблемы правового регулирования в сфере строительства». Это материалы третьей Всероссийской научно-практической конференции. Она была проведена в начале этого года. Тема этой конференции определилась как результат дискуссии преподавателей-теоретиков и практикующих юристов по проблемам правового регулирования в сфере строительства. Актуальность этой темы определяется тем, что подрядные работы, строительные в том числе, они имеют ряд специфических свойств, которые существенно отличают их от других гражданско-правовых отношений. Среди указанных особенностей можно выделить следующее. Инвестиции в объекты капитального строительства составляют существенную часть затрат бюджета всех уровней. Это вызывает необходимость контроля за эффективностью этих вложений. Результат строительных работ используется на протяжении очень длительного времени. Кроме того, результаты строительных работ имеют потенциальную опасность для третьих лиц, и вследствие этого процесс их производства регулируется на публично-правовом, таком государственном уровне. В результате выполнения строительных работ создается объект, который обладает уникальными качествами, которые должны соответствовать техническому заданию на его создание. Авторы этого исследования приходят к выводу, что публично-правовое регулирование является гарантией защиты интересов отдельно взятого субъекта. Материалы этой конференции могут быть использованы и используются практикующими юристами и всеми теми, кто интересуется теоретико-правовыми вопросами регулирования именно в сфере строительства. То есть, как я уже говорила, непосредственно для обучения, это такая не обучающая, не учебная литература, а именно актуальная, справочная. И поэтому материалы конференции мы иногда публикуем, очень редко, но всегда очень метко. И раз уж мы затронули тему строительства, так получилось, что этим летом у нас был целый ряд книг, который посвящен абсолютно разным областям, потому что направление это такое обширное, и можно затрагивать и правовую сторону, и дизайн, в общем, очень-очень много. Я выбрала те, которые, на мой взгляд, вот такие очень актуальные работы. Вот, например, следующая работа – это чисто технологический процесс в строительстве, учебное пособие производства работ нулевого цикла, фундамент, то, на чем все держится. В этом учебном пособии представлены теоретические и практические сведения по технологии производства работ нулевого цикла, которые дополняют разделы учебников по дисциплинам «Технологические процессы в строительстве» и «Технология возведения зданий». В этом учебном пособии представлена методика технологического проектирования, рассмотренных в теоретических разделах работ. Учебное пособие предназначено для углубленного изучения технологии возведения нулевого цикла зданий, включающего производство земляных работ, установку фундаментов, а также служит практическим руководством и справочным материалом при курсовом и дипломном проектировании. Здесь приводятся методики подсчета объемов работ, трудозатрат, выбора основных машин, оснастки, приспособления, технико-экономическое обоснование принятого варианта работ, мероприятия по вопросам охраны труда. В общем, это просто практическое руководство, как построить здание просто с нуля. Предназначено учебное пособие для студентов всех форм обучения, изучающих дисциплины «Технологические процессы в строительстве», «Основы технологии возведения зданий и сооружений». Всех тех, кто выполняет курсовой проект по разработке технологической карты на производство работ нулевого цикла. Также здесь есть материалы для организации выпускных квалификационных работ по направлению строительства по уровню бакалавриата. В общем, такая очень работа, качественная, очень много практикумов, абсолютно все обоснования, документы, расчеты. В общем, такая настольная книга любого специалиста по технологическим процессам строительства. Следующие две книги – это книги одного автора. У нас у всех на слуху «Северный поток-2». И сейчас очень актуально изучение области нефти, газа. И, конечно, мы не могли пропустить эту область, это направление, и работаем по нему, и будем работать. Вот, например, мы для среднего профессионального образования выпустили две книги – «Сооружение и ремонт резервуарных парков, терминалов и газохранилищ». Это не две части, это разные учебные пособия. Первое касается строительства, а второе пособие касается проектирования. В этих пособиях рассмотрены вопросы в области, как я уже говорила, строительства и проектирования резервуарных парков и газохранилищ. В первом пособии, которое касается строительства, рассмотрены и раскрыты темы строительства оснований фундаментов резервуаров, строительства, монтаж днища, стенки, кровли, резервуара, строительство терминалов, контроль качества, ремонтные работы. А во втором пособии, которое касается проектирования, раскрыты общие сведения, нормативы, оборудование для хранения транспорта, нефтепродуктов, подземные газохранилища. В общем, все-все-все, что нужно спроектировать уже внутри. Эти учебные пособия предназначены для освоения теоретической части предмета студентами среднего профессионального образования по специальностям сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Вот, то есть, если начинать, то начинать прям с самых азов подготовки специалистов со среднего профессионального образования. Медленно, плавно переходим от строительства к архитектуре. По направлениям истории архитектуры, истории культурологии, истории религии и культовой архитектуры было выпущено учебное пособие «История религий и культовая архитектура». Это учебное пособие относится к базовой части блока дисциплины, модуля основной профессиональной образовательной программы по направлению реконструкции и реставрации архитектурного наследия по уровню подготовки академического бакалавриата. Дисциплина эта является обязательной к изучению. Это учебное пособие разработано, разумеется, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами поколения 3++. Книга «История религии и культовой архитектуры» является самостоятельной частью учебника. Учебника «Основы архитектуры строительных конструкций». И она может быть востребована бакалаврами по направлению подготовки строительства. Учебное пособие также может быть использовано для дисциплины «История архитектуры и строительной техники». По направлению подготовки техносферная безопасность – это тоже бакалавриат. Может быть востребована бакалаврами по направлению архитектура. Используется она магистрантами в гуманитарных вузах и факультетах, обучающихся по направлению религоведения. Например, по квалификации магистра религоведения и бакалавров по направлению искусствоведения. В общем, несмотря на то, что это не сугубо такая строительная тема или архитектурная, это очень большой пласт. Здесь история религии, культовая архитектура и культурология, в общем, все-все-все собрано вместе. И даже бакалавры искусствоведения здесь черпают необходимую информацию. Следующая книга – это уже больше приятный дизайн, история дизайна. Учебное пособие. Пока представляем вам только первую часть. У этой книги ожидается еще и вторая. Первая часть называется «Промышленное производство и дизайн». Здесь рассмотрено развитие и производство продуктов технической и художественной мысли в период с конца 18-го до 40-х годов 20-го столетия. Автор анализирует историю дизайна как время создания продуктов инженерной, конструкторской и художественной мысли в рамках активизации мирового промышленного производства. Создание машинного производства, невиданных ранее станков, транспортных средств – все это привело к изменению всего такого многовекового классического искусства. Автор пытается раскрыть закономерности универсального композиционного построения плоскостных и объемно-пространственных продуктов изобразительного искусства и дизайна. Это учебное пособие предназначено для студентов среднего профессионального образования по специальности дизайн, студентов высшего образования по специальности дизайн и дисциплине «История дизайна». Переходим к следующему направлению. Это таможенное дело. В таможне мы тоже уделяем очень много внимания и английскому языку для таможенников, и правовому регулированию. Сейчас мы выпустили монографию исследования специфики организации перевозки внешнеторговых грузов воздушным видом транспорта. У нас еще есть книга водного вида транспорта. Тоже касается таможни. Сейчас мы перешли к самолетам. В данной монографии рассматриваются основные понятия, которые используются в сфере авиаперевозок. Грузов, нормативных правовых актов, законов, правил, положений, а также технологии таможенного оформления и таможенного контроля, регулирующие порядок и условия перевозки грузов через таможенную территорию Евразийского экономического союза. Монография предназначена для учащихся по специальности «Таможенное дело». Тоже касающиеся таможни следующие учебные пособия, но здесь оно более широкое. Здесь и внешнеэкономическая деятельность, государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенное регулирование. Учебное пособие – классификация товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. В этом пособии на основе действующих международных нормативных правовых актов и законодательства РФ о таможенном регулировании рассмотрены основные аспекты осуществления классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Включенные в учебное пособие тестовые задания и кейсы с примерами классификации отдельных товаров, примеры работы с личным кабинетом участника внешнеэкономической деятельности, примеры заполнения документов, заданий для самостоятельной подготовки. Все это может быть полезным не только для студентов, которые обучаются по направлению таможенное дело, но и для преподавателей и специалистов в области таможенного дела, должностных лиц, таможенных органов и всех других лиц, интересующихся вопросами внешнеэкономической деятельности таможенного дела, классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. То есть здесь очень и очень широкий круг пользователей для этой книги, а не только учащиеся, хотя с них и надо начинать. Переходим к педагогике. Развитие персонала образовательной организации в условиях инновации. Сейчас у всех на слуху инновации, нововведения, потому что преподаватели, ну это, конечно, мой личный взгляд, они просто задавлены этими нововведениями, информационными технологиями и отчетностью. И мы не устаем помогать в решении многих узких вопросов, поскольку разобраться иногда самостоятельно просто нет сил. Вот в этом методическом пособии мы его подготовили для студентов высших учебных заведений, всех тех, кто изучает дисциплины менеджмент-организации и педагогический менеджмент. Вы представляете, вот раньше было ли такое, да, чтобы, допустим, вот учитель, будущий учитель русского языка еще и какую-то дисциплину, педагогический менеджмент изучал, а сейчас это первая необходимость. Это пособие призвано помочь современному руководителю образовательной организации ориентироваться в логике и последовательности управленческих шагов по руководству и развитию персонала с целью его включения в инновационный процесс. Пособие это представляет собой материал, который структурирован по принципу от наблюдений через знание теории к практическим действиям. Большое количество примеров по методу анализа конкретных ситуаций, кейс-метод направленный на такой поиск решения проблем, а также готовых аналитик управленческих инструментов, таблиц, схем, алгоритмов, которые позволят незамедлительно применять полученные знания на практике. В общем, чем смогли, помогли, и на этом не будем останавливаться, потому что все развивается, все двигается дальше, новые приложения, программы, обеспечения. Но я уверена, что для всего этого существуют методические пособия, рекомендации, и со всем этим можно разобраться. Подготовка учителя к сопровождению процесса гражданского становления школьника. Это монография в области педагогики высшей школы. Здесь рассматриваются вопросы подготовки педагога в области гражданского образования. Анализируются основные концепции, подходы, факторы и условия его готовности к сопровождению процесса становления гражданских качеств обучающихся. Монография это будет полезно классным руководителям, руководителям социальных проектов, преподавателям системы дополнительного и профессионального образования. Материал поможет педагогическим работникам эффективно интегрировать обучающую и воспитательную направленность работы с обучающимися. В общем, сделать такую коллаборацию, чтобы она была эффективной. Вообще, автор Андрей Наумович Йоффе, это уже не первая его работа в этой области. Предыдущая была мотивирующая обучение. Тоже такая высококачественная работа. Сразу видно, человек пытается помочь педагогам всем, чем может. Поэтому особое внимание обратите на эту книгу. Она действительно такая практикоориентированная. В области педагогики высшей школы, просто педагогики проектной деятельности, мы выпустили книгу с новой проектной и исследовательской деятельностью учащихся. Учебное пособие. Вот как ни странно, в нашем издательстве несколько лет назад вышла книга одного из наших авторов, которая называлась «Основой проектной деятельности». И эта книга стала просто топом продаж среди учебных заведений, учебных образовательных учреждений. Сейчас мы выпустили еще одну книгу. Как оказалось, это такое практическое руководство, без которого сейчас довольно сложно учебную деятельность организовать. И нет каких-то нормативов, нет плана действий. А оказывается, это все есть. Представляете? И вот первая книга, она была бестселлером, и мы сделали уже и второй выпуск, автор Мандель Борис Рувимович. Сейчас мы сделали второе уже издание. И, наконец-то, появляется еще одна книга, другого уже автора. Здесь касается не только проектной работы, но и исследовательской деятельности обучающихся. Поэтому мы с радостью и с гордостью вам представляем. И сами себе удивлены, почему у нас нет большего пула книг по этой теме. В этом пособии рассматриваются вопросы организации проектной и исследовательской деятельности. Учащихся изучаются основные ошибки, которые допускают педагоги. Делается акцент на отличиях между учебным проектированием и учебным исследованием. Каждый раздел пособия содержит практику, который может быть использован для проведения практических занятий со студентами педагогических специальностей. Кроме того, в пособии приведены примеры организации создания интерактивных проектов. Ну, видите, время такое, без этого теперь никуда. Да, в книге предыдущего автора, конечно, не было столько внимания вот к этим инновационным проектам, интерактивным. То, что сейчас уже очень-очень плотно входит в нашу жизнь. Следующие две книги «Детская одаренность» — это две части одной книги. Первая часть для родителей, педагогов и психологов, вторая — для родителей и детей. С этой книгой тоже интересная история. Так же, как и с предыдущей, несколько лет назад мы выпускали книгу, книги, их было две, о детской одаренности. И в тот период, это был где-то 2014 год, они не вызвали какого-то такого отклика. Сейчас, видимо, повышенное внимание, новые требования, и действительно, очень многое легло на родителей. Все стали внимательнее относиться к детям, и детская одаренность, она вышла на какой-то свой новый виток, хотя изучается этот момент уже очень-очень давно. Вот это методическое пособие, оно публикуется в рамках выполнения Московским городским педагогическим университетом государственного задания «Создание комплексной системы поиска, поддержки, сопровождения различных категорий одаренных детей на разных уровнях образования». В этом методическом пособии описаны критерии выявления детской одаренности, зафиксированные законодательными актами Российской Федерации. Представляете, это не просто «так родился одаренный», мы-то еще и зафиксировали. Диагностический экспресс-комплект по выявлению детской одаренности. Ну и, как я уже говорила, первая часть, она ориентирована на родителей, педагогов, психологов, а вторая, она чисто для родителей и детей, то есть охватили все области, всех интересующихся лиц. Следующая, ну уже другая одаренность, мотивирование зависимых от наркотиков и алкоголя к прохождению программ лечения и реабилитации, практическое пособие. Вообще, наш автор Ирина Кутянова, она, у нее есть несколько книг, они касаются подростковой наркозависимости, и это разработчик уникальных методик, программ. Мы выпускаем эти книги, выпускаем эти методики, и они востребованы, они должны быть во всех объектах социального значения, занимающихся наркозависимостью, алкогольной зависимостью. И этим летом мы выпустили новое практическое пособие, они все практические. Нету здесь теории, здесь нужно что-то делать, поэтому практикумов у автора очень-очень много. Эта книга посвящена практическим аспектам мотивации зависимых от наркотиков и алкоголя к прохождению программ лечения и реабилитации. Очень много говорилось о том, что там есть вот такие методы, вот такие методы. На самом деле, вот то сейчас, что витает в воздухе, главная мотивация. Хочешь ты похудеть, хочешь ты бросить наркотики, везде главная мотивация. И, как ни странно, современные специалисты приходят именно к этому, что нужно начинать не с каких-то действий, а именно с мотивации, потому что заставить кого-то что-то сделать – это обреченное на провал действия. И действительно, мы просто очень много с автором разговаривали на эту тему, поэтому я передаю вам ее мысли, вообще ее идеи. Но вернусь к книге, хорошо. В книге представлены стадийные модели изменений поведения известных психологов Леона, Прохаски, Деклементи. Представлены методы определения стадии мотивационной готовности к изменениям, особенности мотивационной работы специалистов на разных стадиях зависимости. Кроме этого, в книге представлены алгоритмы консультационной работы с зависимыми, приведены техники снижения сопротивления клиентов к изменениям и методы снижения словесной агрессии. Также здесь представлены методы мотивирования, которые могут быть использованы после обучения близкими родственниками зависимых людей. Семейный совет, метод интервенции – все это очень-очень подробно описано. То есть работа не прекращается за стенами какого-то реабилитационного учреждения. Она должна вестись постоянно, потому что зависимость – это, к сожалению, неизлечимо. То есть раз она была, можно в какой-то стадии ремиссии перевести, но окончательно это невозможно, и с этим придется работать всю жизнь. Книга эта предназначена для специалистов-психологов, специалистов по социальной работе, которые по роду своей деятельности работают с зависимыми людьми, их близкими. Также эта книга будет полезна для близких, зависимых от наркотиков и алкоголя, и всех тех, кто интересуется темой преодоления зависимого поведения. Ну, наверное, все, что могла, рассказала. Следующая книга, она в рамках основ медиаобразования нашего постоянного автора, Ирины Викториновны Челышевой, и ее соавтора. «История и современное состояние российского и британского медиаобразования». Сравнительный анализ – это монография. Так получилось, что в области журналистики и медиаобразования у нас этим летом случился прям какой-то виток. Мы издали очень много книг, и они все там новейшие истории, какие-то современные медиапедагоги. То есть мы смотрели на журналистику с другой стороны, современные. Были какие-то исследования до этого, и, ну, к сожалению, со временем все приходит не то что в негодность, а становится такой историей, а необходимы новые книги для того, чтобы видеть вот это развитие, да, видеть путь какой-то дисциплины, направления. И на самом деле это очень интересно и познавательно, когда ты возвращаешься к тому, что ты уже давно знал, но такой на современный лад. Здесь очень интересное сравнение именно с британским медиаобразованием. Здесь такой сравнительный анализ, который был направлен на выявление основных стратегий британского медиаобразовательного процесса, его влияние на развитие современной отечественной медиапедагогики. Здесь рассматриваются социокультурные, методологические, теоретические основы, педагогические условия и механизмы с точки зрения содержания, организационных форм, основных направлений, анализы основных медиаобразовательных моделей и так далее, оказывающие наиболее существенное влияние на современное состояние российской медиапедагогики и наиболее значимые перспективы для его дальнейшего развития. В процессе изучения стратегии современного британского медиаобразования и его влияния на российскую медиапедагогику обоснованы основные концептуальные положения медиаобразования в Великобритании, включая историко-педагогические, социокультурные, теоретико-методологические особенности. Выявлена сущность, содержание, структура, принципы, критерии британской медиапедагогики. В результате представлена характеристика отечественной медиаобразовательной парадигмы на основе осуществления вот этого сравнительного анализа модели медиаобразования Великобритании и России на разных этапах развития. Определены основные тенденции перспективы развития российской медиапедагогики с учетом использования опыта британского медиаобразования, включая наиболее продуктивные, методические, практические подходы. Материалы издания могут представлять интерес для преподавателей высшей школы, для студентов, аспирантов, молодых исследователей и для широкого круга читателей, всех тех, кто интересуется проблемами высшего профессионального образования. Монография – это представляется особый интерес для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению подготовки психолого-педагогическое образование, организации работы с молодежью, педагогическое образование. Переходим, раз уж заговорили о Британии, к иностранным языкам. У нас появилась новинка «Английский язык для искусствоведов». Очерки «Всеобщая история искусств» для студентов, обучающихся по программам магистратуры по направлению подготовки истории искусств. Это учебное пособие по английскому языку. Оно направлено на усвоение профессионально ориентированного языка искусствоведов. На материале оригинальных работ англоязычных искусствоведов студенты отрабатывают лексико-грамматические материалы, развивают языковую, речевую, культурную, профессиональную компетенцию. Это учебное пособие предназначено для студентов-магистрантов отделения истории и теории искусства, изучающих всемирное искусство. Тоже наш постоянный автор, плотно работающий со студентами, изучающих искусство. И еще одна книга, касающаяся иностранного языка. Нет, нет, это не избитая тема с английскими глаголами, как вы видите. Глаголы с удовольствием. Учебное пособие – это пособие, которое было подготовлено на кафедре филологии и лингвокультурологии Академии имени Маймонида в Косыгинском университете. И представляет собой сборник упражнений по глагольной системе языка иврит для начинающих. Это пособие призвано стать качественным и эффективным дополнением к базовым основным курсам современного иврита. В пособии предлагаются три основные грамматические темы, которые необходимо изучить на начальном языковом уровне «Настоящее время глаголов», «Форма инфинитива» и «Прошедшего времени». В каждой главе предлагаются схемы образования глагольных форм, примеры употребления глаголов и упражнения на рассматриваемую тему. Разнообразные задания, развивающие все языковые навыки, ну, собственно говоря, помогают учащимся быстро и основательно освоить глагольную систему языка иврит. Следующая книга, ну, чуть позже скажу подробнее чуть-чуть про нее. «Русский язык для международной коммуникации. Учебник для говорящих на китайском языке с культурологическим приложением». Мы уже анонсировали выход этой книги, и сейчас, наконец-то, рады представить ее издание. Этот учебник для говорящих на китайском языке. Он является частью проекта «Русский язык как язык международного общения». Проект этот задуман автором для расширения включения русского языка в международное общение. Прекрасные образцы русской культуры уже давно глобально масштабированы в межкультурной коммуникации, а русский язык имеет труднопереводимые в закономерность ситуации фонетики, грамматики и сложно находимые соответствия лексики при переводе. И это тормозит охват стран, которые могут его использовать. Иностранным учащимся надо показать, какое ценное культурное пространство держит русский язык. Поэтому учебник имеет обучающую культурологическую часть в дополнение ко всем базовым основам фонетики, лексики и разговора, грамматики, тренирующей логическое восприятие структуры русского языка. Культурологическая информация этого учебника кратко знакомит с географией России, русскими учеными, литературой, музыкой, живописью и, конечно, замечательными русскими, ну, больше фольклорными, конечно, произведениями, песнями, которые поют по всему миру, но не всегда в теме. Погрузившись в такую, ну, наверное, захватывающую атмосферу культуры, учащиеся понимают, что нельзя не знать русский язык. Вот это тот момент, которого пытаются добиться все педагоги. И мы очень надеемся, что вот автору этого учебника это удалось. При подготовке серии учебников по обучению русскому языку иностранцев, автор этого пособия Елена Александровна Тинякова, она прошерстила, проанализировала огромное количество уже изданных учебников от Калининграда до Бийска и, безусловно, изучила огромный опыт преподавания русского языка для иностранцев в Москве, в Питере, откуда она сама родом, Архангельске, Екатеринбурге и так далее. Также рабочие программы «Русский как иностранный», странные стандартные тесты всех уровней, изучила направление в обучение русскому языку иностранцев, предусмотренное правительством Российской Федерации в целевой программе «Русский язык» на 16-20 год. То есть этот учебник наиактуальнейший. И переходя к следующему, вы видите, что это «Русский язык для международной коммуникации», учебник для говорящих на турецком языке с культурологическим приложением. Теперь немножко поясню. Это целая серия. Учебник того же автора, выполненный в том же ключе, сохранены все характеристики, что и в предыдущей книге. Но этот учебник по-русскому предусмотрен для говорящих на турецком. В каждом учебнике этой серии автор старается показать специфику отношения русского языка и культуры к предусмотренной языковой группе. То есть нельзя, допустим, итальянцам говорить то же самое, что и англичанам. У них есть специфика культурологическая, восприятие другого народа другое. Поэтому здесь автор, конечно, разработал какую-то уникальную методику. И напоминаю, что в этой линейке есть еще учебник для итальянцев, о котором я говорила, англичан, а теперь и для китайцев и фанатов русского из Турции. Переходим к литературоведению. В этой области было издано учебное пособие «Синтез искусств русской литературы конца XIX, I, III XX века». Ну, искание в области синтеза искусств – это одна из важных тенденций литературного процесса рубежа XIX-XX веков и первых десятилетий XX века. Синтез искусств – это целый комплекс идей и художественных приемов, которые преломляются весьма индивидуально в творчестве каждого из художников, всех тех, кто обращается к этой проблематике. В данном учебном пособии на материале произведений Андрея Белого, Зинаида Гиппиус, Александра Гриина, Михаила Зощенко раскрыты ведущие тенденции в ее интерпретации, в интерпретации проблемы синтеза искусств. Анализируемые в книге произведения демонстрируют не только различия в трактовке идеи синтеза, но и определенную степень художественного родства. Идеи синтеза искусств всегда реализуются в сочинениях масштабной, даже глобальной проблематики. Произведения, несущие в себе синтетические тенденции, чаще всего выражают размышления автора о сущности человека, мироустройства, а также несет в себе значительный нравственный смысл. В этом пособии обосновывается, что подобный ракурс интерпретации идеи синтеза искусств, он обусловлен историческими корнями этой идеи. И книга эта адресована преподавателям, аспирантам, студентам, студентам вузов, а также всем тем, кто интересуется русской литературой и проблемой взаимовлияния видов искусства. Конечно, можно было бы говорить, вот я как филолог, наверное, могу бесконечно говорить о синтезе искусства, но я думаю, что вот этого достаточно для того, чтобы понять, что масштаб этой книги, и вообще любое исследование в области литературы и видения, оно в основном такое масштабируемое. Переходим к исторической, чтобы надолго не оставаться на темах, которые близки, допустим, некоторым редакторам. В области отечественной истории и истории народов была выпущена монография «Вопросы отечественной истории и культуры». Монография — это очень необычная. Книга содержит краткий очерк истории адыгов в IV-XVIII веках, повествует об их социально-экономическом и политическом развитии, расселении, занятиях культуре, традициях. В этой книге представлены статьи о демографическом поведении российских этносов в драматические 20-30-е годы. Также в этой монографии содержится любопытнейший очерк Дауры Чирга, посвященный демократическим традициям адыгов. В общем, очень интересно. Не буду вам рассказывать, о чем он. Это действительно нужно читать. Но вообще любое погружение в другие этносы — это совершенно какой-то взрыв головного мозга, потому что мы не то что не представляли, мы не можем иногда принять это. А на самом деле люди живут в этой своей традиционной, в традиционных своих понятиях. И это на самом деле очень удивительно, особенно если ты принадлежишь к другому этносу. Авторы надеются, что их работа внесет достойный вклад в многовековую дружбу, братство русского и черкесского народов. А книга действительно наилюбопытнейшая. Так что очень-очень советую. Но вообще, все, что касается этносов, это лично моя слабость. Я думаю, что это будет интересно очень-очень многим. В рамках направления «История Отечества» и «История России» нами была выпущена монография «Петр Великий. Управление территориями российского государства». Эта книга приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Рассматривается проблема местного управления в Петровскую эпоху. Ну, от предшественников государю достался опыт воеводской власти на местах такое, чуть ли не древнерусское государство. Разумеется, управленческие какие-то моменты имели свои недостатки. Кроме того, в условиях начавшейся Северной войны Петр I заботился о пополнении бюджета, доходов казны. В этой связи были проведены определенные реформы. Именно об этом говорится в этой книге. В результате которых городское население было выведено из-под власти воевод, а последние на время стали заменяться комендантами. В общем, такое происходило замена не только управленцев, но такое дальновидное управленческое планирование, которое подразумевало управление всеми территориями более грамотно. В этот же период вводились новые учреждения, палаты, канцелярия. И, кстати, оружейная палата тоже была в этот период использована в качестве и в целях повышения приходной части бюджета. В общем, такое очень интересное исследование. И Петра Великого с точки зрения управленца такими огромными территориями, наверное, еще мы не рассматривали. Следующая книга, которая была выпущена нами, это научно-популярное издание «Историко-мемориальный комплекс Иерусалимская гора». Ну, если есть здесь кто-то из Иркутска, то сейчас должен хлопать в ладоши. О чем эта книга? Ну, кладбище является ценнейшей частью историко-культурного наследия любого города. Иркутска лишился многих погостов, но одновременно с утратой кладбища потерял нечто большее. Такое свое ощущение Иркутска как культурного города, который назывался ранее Северным Петербургом. Вот главная мысль этой книги – вернуть уважение, почитание, память мертвым бесчисленным поколениям иркутян, которые были похоронены на Иерусалимском городском кладбище. Как только мы выпустили эту книгу, действительно из этой области России полетели заказы на эту книгу. Потому что такого исследования действительно не было. И многие говорят о том, что в принципе в этом месте должен быть целый мемориальный комплекс, посвященный иркутянам и вообще такой сложной судьбе всех тех людей, которые были похоронены в этом месте. Иерусалимская гора – историко-мемориальный комплекс. Вот, наверное, это все, что я могу сказать об этой книге, потому что это настолько подробное исследование. Разумеется, авторы туда ездили, провели очень много времени, и даже кто-то оттуда родом. Следующая книга – «Лазурный след. Путь ученого» и Яна Черского к разгадке «Тайн Сибири. Повесть о солдате, который забрался за полярный круг». Это художественная литература. Почему ее поместили сюда? Вот у предыдущей книги есть автор Юрий Иосифович Перцовский, он увлеченный переводчик с польского. И он ищет возможности для восстановления исторической справедливости. Рассказывает о сложных путях, сложной жизни польских, ссыльных. И эта книга – одна из них. «Жизнь Яна Черского» – это будущий великий исследователь Сибири. В самом начале фундаментальное образование естественно-научного направления было для него обязательным. И оно было. Но те серьезные испытания, которые выпали на его долю, во-первых, обрушившиеся на Польшу после январского восстания 1863 года события, они его не миновали. И еще в молодости он был сослан в Сибирь в бессрочную ссылку. Вот эта книга и есть фантастический путь этого ученого, который, несмотря на то, что он находился в заключении, стирал белые пятна, белые пятна неизвестности на карте Сибири и при Поляре. В общем, книга такая очень интересная. Перевод с польского. Следующая книга – это тоже перевод с польского. И уникальный автор – Камиль Гежицкий. Мы издавали уже книгу этого автора, причем Камиль Гежицкий никогда не был издан в России. Мы первые, кто занялся этим. В общем, первая книга была о монголах, а в той книге книга Нила «Река Большого приключения». Вообще удивительный человек. Польский писатель, путешественник. В Первую мировую войну он сражался на стороне Австрии, попал в плен к русским, был отправлен в Сибирь. С началом гражданской войны Гежицкий присоединился к Белой армии. Он был советником знаменитого барона Унгерна. После поражения Белой Гежицкий бежал через Монголию в Китай. Вот как раз об этом его первая книга и о знакомстве с бароном Унгерном. Оттуда вернулся он в родную Польшу и после возвращения на родину присоединился к экспедиции в Африку, в которой Африке он посвятит очень много книг. Вот это, наверное, первое, изданное на русском. Вот на основе этих своих приключений неугомонный Гежицкий написал повесть Нила «Река Большого приключения». Герои этой книги «Семья профессиональных ловцов-животных». Именно этим ремеслом занимался автор в составе африканской экспедиции. Рассказывается о подростках, которые путешествуют вместе с родителями по реке Нил на судне Нефертити. Их ждут опасности, приключения, экзотические животные, захватывающие ландшафты. Вот что-что. А Гежицкому это удается просто потрясающе. Еще это все справлено таким легким юмором. Ну, в общем, автор все это красочно описал на основе своего опыта. Так что Нил «Река Большого приключения» для хорошего чтива, особенно если для подростков, самое то. Еще вы знаете, что у нас есть серии, которыми мы гордимся. Это серия «Люди судьбы эпохи». Это серия мемуары замечательных людей. И есть у нас еще коллекция, золотая коллекция научной классики. Все это мы стараемся пополнять регулярно. И вот летом вышла книга Поля Думера «Книга моих сыновей». Поля Думер, конечно, был уникальным человеком. Он стал президентом Франции в 74 года. Его кристальной честности и политической мудрости завидовали не только современники. У Думера было 8 детей, и 4 сына погибли на фронтах Первой мировой войны. Его жизнь оборвала пуля убийцы, психически неуравновешенный русский эмигрант. Перед вами, собственно говоря, своего рода завещание. В нем Думер рассуждает о принципах морали, милосердия, справедливости, о долге человека перед Родиной, перед семьей, о любви, патриотизме. Обращая свои советы современным ему, молодым людям, он словно ведет такие отеческие беседы с сыновьями, которых потерял. Книга предназначена широкому кругу читателей. Она представляет огромный интерес не только как художественное издание, но и с исторической точки зрения. Поэтому, если у вас библиотека, то очень-очень рекомендую. Серия, о которой я уже говорила, «Мемория замечательных людей», она уже, наверное, насчитывает сотню интереснейших изданий. И новинка – воспоминания Достоевского. Но это не тот Достоевский, это о том Достоевском. Это воспоминания инженера и мемуариста Андрея Михайловича Достоевского, младшего брата великого русского писателя. Несомненно, эти воспоминания являются важным и достоверным источником сведений о ранних годах публициста Федора Михайловича Достоевского. Мемуарные записи охватывают время с 1925 по 1971 год, представляют собой такой бесхитростный рассказ о семье, о школьных годах, о жизни провинции. Но главное, что это то, что они воссоздают живую, такую яркую картину той обстановки, в которой вырос его брат. Брат Андрея Михайловича Федора. Воспоминания о внутрисемейных отношениях дают понять, что именно повлияло на формирование личности будущего писателя. В общем, воспоминания очень-очень интересные. Еще из серии мемуары замечательных людей мы выпустили воспоминания переписку Анны Петровны Керн. Русская дворянка. То самое чудное мгновение. Загадочная дама, которая словно тень всегда стоит рядом с Пушкиным. Ее имя, конечно, знает каждый школьник. А между прочим, о ней самой, увы, известно совсем немного. Несчастливый брак в юности, долгие годы страданий, нищенское существование в старости. Хоть и с любимым человеком рядом, будучи в молодости вхожа вот в это светское высшее общество, Анна Петровна знала о высокопоставленных персон, людей искусства, встречалась даже с императором Александром I. Керна трепетно хранила письма, которые стали впоследствии основой вот этих ее мемуаров. В общем, читатель, который интересуется историей, найдет в этих мемуарах какие-то уникальные, увлекательные зарисовки из XIX века. Узнает об ободробности жизни пушкинской музы. Любитель русской поэзии, неизвестные факты о жизни Пушкина, Дельвига. Музыкант, например, может увидеть портрет основоположника русской классической музыки Глинки. Ну, в общем, все, что вспомнила, рассказала, это стоит почитать, ребята, это я вам точно говорю. Следующая книга из мемуаров замечательных людей – это записные книжки Блока. 901-920 года. Мы издали в этой же серии воспоминания жены Блока. Были не были лица, а Блоки о себе, о любови Блок. И сейчас издаем наконец-то, хотя должна была быть другая последовательность, но наконец-то записаны книжки Александра Блока. Удивительный поэт Серебряного века, крупнейший представитель русского символизма, его стихи пронизаны чувственностью, незримой какой-то печалью. Глаза у него такие грустные. В общем, как истинный гений, Блок часто сохранял мысли в дневниках. Сегодня у всех поклонников его творчества есть возможность прикоснуться к сердцу поэта, к его записным книжкам. Это сборник записей, который охватывает 901-20-е годы. Здесь и наброски стихов, и любопытнейшие цитаты, и случайно найденные рифмы, и задачи, которые себе поэт ставил. Еще вот здесь вся целая жизнь, жизнь поэта, трагически ушедшего всего в 40 лет. О важности этих записей знал и сам Блок. Предполагаю, что он займет место в истории русской поэзии. Перед смертью он тщательно перечитал все свои дневниковые записи и уничтожил большинство из них. Поэтому все, что осталось, вот, пожалуйста, записные книжки рекомендую. Говорила я уже о том, что мы пополняем Золотой фонд научной классики. История инквизиции в Испании Лозинского. Очередная книга, которую мы выпустили за период, пока не виделись с вами. Это одно из самых крупных исторических исследований историка Самуила Лозинского. Оно посвящено изучению зарождения и развития Испанской инквизиции, а также характера ее взаимоотношений с монархической властью в течение 350-летнего периода с 1480 по 1830 года. На протяжении всего Нового времени Трибунал священной инквизиции, созданный Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I Костильской, представлял собой такой карательный орган, занимавшийся как судом, так и следствием, не гнушавшийся никакими средствами, применявший самые бесчеловечные пытки. Испанская инквизиция напрямую подчинялась государству. А ее работа была направлена против евреев, мавров, протестантов и преследовала в первую очередь экономические цели и лишь потом распространялась на борьбу с ересью. В общем, очень и очень интересное исследование. Золотой фонд научной классики, еще раз напоминаю. Также в фонд мы добавили воспоминания профессора Евгения Евстегнеевича Голубинского. Это историк русской церкви. Его фундаментальные исследования оставили очень яркий след в русской церковной истории, не просто в истории. Предлагаемая вниманию книга воспоминаний начата Евгением Евстегнеевичем еще в конце 80-х, 90-х годов XIX века. Закончено в последние годы жизни. Умер он в 1912. В автобиографическом материале мы можем найти бытовые зарисовки из жизни провинциального духовенства середины XIX века, рассказ о годах обучения в духовном училище и семинарии, описание научной бытовой атмосферы в Московской духовной академии и очень интересные сведения о ряде церковных деятелей. Не буду рассказывать, каких. Это можно прочитать в нашем фонде. Следующая книга тоже пополнила наш фонд золотой научной классики. Очерки русской мифологии. Умершие неестественной смертью и русалки. Наверное, это надо было разместить после инквизиции, а не после церкви. Но ладно. Итак, это очерки известного этнографа и лингвиста Дмитрия Константиновича Зеленина. Они переносят читателя в какой-то таинственный мир, главные обитатели которого — это русалки, ведьмы, колдуны, прочая нечисть и умершие преждевременно неестественной смертью. Отправной точкой этого этнографического исследования для автора служили современные ему верования и обряды русского народа, в частности, восточных славян. А главным объектом стали упомянуты высшимифологические персонажи. Зеленин подчеркивает, что в этой работе его внимание привлекли не столько поверье и верование, сколько сами обряды. Своей задачей, конечно же, он ставил проникнуть как можно глубже в их историю, пользуясь методом сравнительной этнографии. В общем, это не просто сборник каких-то таких странных очерков, а целое исследование. И последние книги, которые я хотела бы вам сегодня представить, это тоже вошедшие в Золотой фронт научной классики этнографические исследования Якуты в двух томах. Жизнь польского этнографа, писателя Вацлава Леопольдовича Серошевского, исследователя Сибири, сложно назвать какой-то размеренной и однообразной. Он бунтарь по натуре, он с юных лет участвовал в каких-то антиправительственных кружках, после ареста и в тюремных протестах и за это и был сослан в Сибирь. Весной 1880 года он впервые увидел Якутию, которая на долгие годы стала ему второй родиной. За время ссылки им был собран богатый этнографический материал по культуре, быту и верованиям якутов. Итогом стал, собственно говоря, опубликованный в 1896 году труд, который знакомит читателей с происхождением, расселением якутов, характеристикой их родового строя, быта. Вот без преувеличения можно сказать, что именно Серошевский познакомил широкую читательскую аудиторию, по крайней мере, России, с далекой малоизученной Якутией. Сочинение этого польского этнографа было очень высоко оценено в научных кругах. В первом томе издания рассказывается о происхождении народа, физических особенностях якутов, бытии в экономической основе. Большое внимание уделено географическим и климатическим сведениям, обзору флоры, фауны региона. А второй том издания, он продолжает рассказ экономической и бытовой стороны жизни якутов, ремесла, хозяйственная жизнь. Ну и, собственно говоря, читатели знакомятся с особенностями родового строя, семейными такими взаимоотношениями. Большое внимание уделено описанию родового строя коренного народа Сибири. Особый интерес представляют главы о семье, детях, браке, любви. Издание снабжено богатейшим иллюстративным материалом. И как любитель этнографии, я не удивлена, что написал это поляк. Я уверена, что там все очень красиво, занимательно. Видимо, только, ну, может быть, не только, конечно, но, видимо, именно иностранец может вот так писать о коренных народах России. Очень занимательно. И такой необычный взгляд, с одной стороны, удивление, а с другой стороны, интерес, почему. И вот именно они докапываются до настоящих основ. Почему именно так? Почему такие традиции? Почему так сложилось? Ну вот, собственно говоря, друзья, на этом полкниг, которые мы подготовили за лето, исчерпан. Разумеется, это не все книги, что мы для вас подготовили в месяце без вебинаров. Я выбрала одни из самых интересных. Ну, на мой взгляд, очень многое осталось за кадром, поэтому в материалах, которые вы можете оставить в себе, именно поэтому в материалах, которые вы можете оставить в себе после вебинара, есть файл в формате Excel с полным перечнем изданий нашего издательства. Изучайте, покупайте, скачивайте, заказывайте. В общем, посмотрите. Там есть очень много интересного. Более того, можно отсортировать по дате. Для тех моих фанатов, кто постоянно ходит на вебинары по новинкам, может поставить дату, начиная с июля, и посмотреть все, что мы сделали. Также напоминаю, что все новинки мы размещаем у нас на сайте directmedia.ru, обязательно пишем в соцсетях, это и ВКонтакте, и Инстаграм, и Фейсбук. Ну, в общем, обо всем рассказываем. Ну, и, конечно же, на вебинарах. И, кстати, вот Татьяна уже говорила о вебинаре, который будет послезавтра, 30 сентября. Я буду рассказывать о книгах для среднего профессионального образования. Вы увидите картину в целом, наполненность дисциплин, специальности. В вебинарах по новинкам эти книги могут потеряться, поскольку вот в выделенный час мы стараемся показать весь диапазон наших интересов. И вы видите, да, там и коллекционные, и истории, педагогика и так далее. И вот отдельный вебинар для книг, подготовленных нами именно для среднего профессионального образования, он должен исправить ситуацию, показать весь массив. Уверена, что многие из вас будут удивлены, сколько на самом деле у нас книг для среднего профессионального образования. Поэтому обязательно приходите. Ну, жду вас в это же время, через пару дней. Пожалуйста, на вебинаре записывайтесь. Постараюсь также с юмором рассказать и о книгах по СПО. Ну что ж, друзья, на этом все. До встречи. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих вебинарах. Спасибо всем. Спасибо.